Тысячи жителей Луганской и Донецкой народных республик были вынуждены покидать свою родную землю ради спасения собственной жизни. Города России еще несколько месяцев назад начали активную работу по переселению граждан. В стороне не осталось и Казань. В числе первых эшелонов вынужденных переселенцев оказалась и одиннадцатиклассница Алена. С момента приезда в столицу республики Татарстан девушку определили в среднюю школу номер 15. По завершению учебного года передаленно встал вопрос, куда же поступать. Школьница без доли сомнения выбрала институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета. Несмотря на безграничную поддержку республики Татарстан, одноклассников и преподавателей, говорить о протяженных годах беспокойств на родине и первых месяцах на новом месте ей все еще тяжело. У меня стоял выбор между психологом и дизайнером. Я выбрала дизайнером, так как психологом я не смогу быть после всего пережитого. Честно говоря, очень сложно рассказывать о тех событиях, которые произошли со мной, с моей семьей. Правительство республики Татарстан на протяжении всего времени курировало девушку по всем значимым вопросам. Начиная с жилищно-социальными и заканчивая подачей документов, выбранное учебное заведение. Все выпускники, то есть беженцы, приезжие сюда к нам в Российскую Федерацию, получают аттестаты и на базе полученного аттестата они поступают в вузы Российской Федерации вне конкурса, но пройдя испытания внутри вузовского. Также стоит отметить, что специалисты приемной комиссии Казанского федерального, в свою очередь совместно с Министерством образования и науки республики, консультируют выпускников и их родителей по всем возникающим вопросам. Мы видим то, что интерес к вузу не только сохранился, но и вырос. Относительно прошлого года мы видим значительный прирост по подаче заявлений, хотя в этом году и действуют ограничения, небольшое для абитуриентов то, что для зачтения, оригинал документа образования все-таки вуз нужно предоставить. Если говорить об общей картине поступления, то на сегодняшний день в Казанске Федерале подано уже более 55 тысяч заявлений и принято в формате подписи самого абитуриента. В этом году оформление заявительной части и подписание документов приемной комиссии оставляет самому абитуриенту, то есть давая полную свободу действий будущим студентам. По последним данным, подписанных заявлений перевалило уже за 28 тысяч. Карина Саяхова, Александр Фирсов, Универньюс.